Баревдес На галоконцерте, посвященном Дням армянской культуры в Крыму, мы побывали 18 октября. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Состоялся галоконцерт, в котором приняли участие как известные, так и малознакомые крымско-армянские публики, танцевальные коллективы и армянские солисты. Гур, сегодня вы будете выступать на крымской сцене впервые. С чем приехали? Приехал со своей, конечно, программы, но сегодня я буду исполнять песни не мои, потому что сегодня день армянской культуры, но я сегодня представлю армянские песни. Но песни собственное исполнение и то, что я пишу, не относятся, к сожалению, к армянской культуре. Я думаю, мы дорастем и до этого, конечно, в будущем. Гур, вы приехали из Донецка. Надолго ли? Какие планы здесь, в Крыму? Ну, честно говоря, сроки пребывания я пока не знаю, но пока то, что я делал в Донецке, делаю здесь и надеюсь, что все будет успешно, потому что мне нравится Крым, нравятся крымские люди, армяне в том числе. Мне нравится все, что я здесь вижу, с людьми, с которыми знакомлюсь. Возможно, что и надолго задержусь. Ну и тогда поделитесь, что делали в Донецке, что будете делать здесь? Исключительно в Донецке занимался только культурой и будучи певцом. Ну, я писал песни, представлял их Донецкому обществу. Сейчас, надеюсь, представлю крымским людям, крымскому обществу и надеюсь, что это воспримется так же бурно и похвально, как и в Донецке. Субтитры создавал Донецкому обществу, субтитры создавал Донецкому обществу. Субтитры создавал Донецкому обществу, субтитры создавал Донецкому обществу. Субтитры создавал Донецкому обществу, субтитры создавал Донецкому обществу. Армина, ты часто выступаешь на мероприятиях, посвященных армянской культуре. Какая музыка тебе близка? Я учусь в университете культуры и, конечно, я больше занимаюсь джазом, я пою джазовые произведения. Но как патриотка, как армянка, носительница такой великой нации, я должна иметь в репертуаре армянские песни, должна их исполнять и продвигать нашу культуру. И, ну, конечно, я больше предпочтения отдаю джазу, но многие армянские песни мне тоже нравятся. Меня достаточно часто приглашают на армянские мероприятия. Я всегда безотказна. Все любое, даже если какое-то дело, пара в университете, я всегда все сразу отменяю все свои дела и прихожу, потому что мне это нравится, это моя жизнь. Музыка — это мое все, сцена — мое все. И как армянка я обязана выйти и спеть армянскую песню. Я знаю, что у тебя есть также маленькие победы, пока маленькие, но я думаю, что все еще впереди. Расскажи подробнее. Ну, недавно, в мае этого года я поехала в город Орел. Был конкурс «Дельфийские игры». Это всероссийский конкурс молодежи, талантливых ребят. Там было много номинаций. Одна из них была — это вокал, эстрадный вокал. Я была в старшей категории 18-25 лет. И я представляла Крым вместе со своим однокурсником. И я получила бронзовую медаль, третье место. И недавно меня наградили президентской премией. А попал詞 уа, я в расчисленной пыли, есть еще один, безусловные ребенках. Фахастер, где наника перARA- choose кроме Забок. И я перекладежь свое плачу, или... ...св блин, безусловные ребенки. Зал с большим энтузиазмом встретил лауреата всероссийских и международных фестивалей Муниципальный ансамбль донских армян «Ани». Ансамбль хорошо известен не только в России. В России он принимает активное участие в различных фестивалях и в Крыму. Как известно из истории, донские армяне – прямые потомки армян, переселенных из Крыма, по указу императрицы Екатерины в 1779 году. Однако они сумели сохранить свою культуру, язык, веру, обычаи и обряды. И сегодня в репертуаре самобытного ансамбля в основном фольклор донских армян, народные песни и хоровая музыка. Расскажите о своем ансамбле, пожалуйста. Наш ансамбль был создан в 1985 году. Мы горды, что нас пригласили до Крымской земли, и мы не раз уже участвуем в фестивале с большим удовольствием. И вся наша молодежь, и более зрелые музыканты очень рады оказаться на нашей исторической родине в Крыму, потому что около четырех столетий наши предки жили на крымской земле. И на Дону мы сохранили свою культуру, язык, христианскую веру. И стараемся с малого возраста, с детства прививать любовь к своей культуре, к своим традициям. Как часто гастролирует ваш ансамбль? Мы гастролируем. Были в Словакии, в Австрии, были в Москве, в Крыму уже пятый год, в Армении были не раз, в Болгарии были, в Германии были, ну то есть во многих местах. Приехав в Крым сегодня, ты чувствуешь, как продолжаешь традиции предков? Да, конечно. Честно признаюсь, больше чувствовалось, когда я была в Старом Крыму. Там, где вот монастырь, вот там чуть по-другому ощущается виды, воздух, да, вот этот вот храм. Вот, а тут, ну как бы, город, ну, большая часть там, как бы, ощущается больше для меня. Словакия. Да, 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 да. Да, 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 да. Шамир, вы приехали из Саратовской области, впервые в Крыму. Какое впечатление, какое мнение составили от армянской общины Крыма? Наша армянская культура, она везде есть и где бы ни был. Я во многих странах мира был, ну, наверное, если перечислить, очень много. И везде я хожу только, в первую очередь, армянский храм, армянский культурный центр, армянские школы, где они есть. Практически армяне везде это делают. А вот как сегодня у вас в Саратове сохраняют и развивают армянскую культуру, армянские традиции? У нас в Саратове есть тоже музыкальный, как бы, коллективы. Очень много выступают, очень много приезжают. Ну, на сегодня там есть хорошая община, руководители общины. И я думаю, что будет для наших армян тоже с большой, как бы, радостью приезжать сюда, в этот красивый, замечательный край Крым. И показать нашу культуру армянской, саратовской. У нас в Саратове насчитывается около 100 тысяч армян. Надо только сказать огромное спасибо нашему большому брату русской населения, русской нации, что принимает нас и дает благоприятные возможности и не считает кого-то чужим. Это очень важно. Только так можно процветать, может процветать и культура, и история. Дети могут быть развитыми и не побояться сказать, кто он по национальности. Это очень много значит. Это благодаря вот такой огромной многонациональной стране России. Это была программа «Борев». Смотрите нас по понедельникам в крымском эфире. А пока все. Я благодарю за сотрудничество магазина «Андрэ Тан». «Андрэ Тан» – одежда, которая приносит удачу. Удачи и до встречи ровно через неделю на Первом Крымском. Субтитры подогнал «Симон»!